доброго времени суток мы продолжаем наши путешествия по болтурс гейту точнее к болтурс гейту и поскольку к болтурс гейту мы пока все никак не выйдем почему что мы делаем в убежище зентоимцев в убежище зентоимцев мы делаем следующее мы были в подземьях и нашли там их не подземный склад ихний явонный подземный склад и склады этот там была пара интересных ништяков но к сожалению лифт который вел наверх он там не работал и по всей видимости это место она вот здесь вот потому что вот эта мантиновая кузня глубинные гномы и найти болина грибника ну грибник подождет так горный перевал да так вот я сейчас создам фамильяра нейтралы на фамильяров не реагируют я давно заметил враги реагируют конечно что ворон делает в пещере но если бы этот вопрос возникал я бы послал сюда кота код ходит где хочет так вот я хочу тут осмотреть что вообще здесь кругом творится так значит контейнеры контейнеры мне надо узнать как там нам пропасть куда как нам попасть попасть как здесь пролезть в общем а потом когда я пойму как здесь можно пролезть ну астариону пойдется лезть в одиночку если он погибнет ну ну извини чувак мы тебя воскресим правдивые невероятные приключения тени бруса морру так пропасть надеюсь тут бомб нет точнее мин да тут мин полно бесконтактная взрывчатка ну мы умеем ходить в обход как нормальные герои и 100 ты у нас кто тактика стаи о против цели то-то-то союзника зверь волк обычный волк а тут карта показывает проход но прохода я не вижу это типа я иллюзия типа здесь или что-то в этом духе да а и вот этот злополучный лифт да вот этот лифт как-то что-то темновато здесь или это потому что я просто так сел к монитору что мне темновато так хорошо значит дорога известна главное чтобы этот вот этот не начал разговаривать со мной так а что тут еще есть железные ворота кнопка и железные ворота за железными воротами какие-то ништяки так ладно это у нас будет тогда воровская спецоперация значит тут у нас волки и они сторожат а тут узорчатый сундук о портреты вот а тут тут вот есть напольное зеркало ноль то это то не так чтобы важно но хорошо как тут можно пройти как тут можно просочиться ну да они его палят они его жестко просто палят так у меня возникла дурацкая идея других идеи у меня не бывает я же волшебник они какой-то там хрен с горы так вот идея в чем состоит я испытывал заклинание туманного шага зимта им такая записка так и не прочитал и и туманный этот самый шаг о нет не туманный шаг газообразная форма газообразная форма говорилось в описании что она позволяет проходить сквозь препятствия вот где-то где 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 вот газообразность так превратить себя или союзника в газовое облако она не может упасть может просачиваться и ему сложно нанести урон хорошо тогда сейчас мы будем готовить остается и она на экспедицию значит во первых газообразное облакан во вторых шедоу хард где-то храмы шедоу хард у тебя есть вот это вот с кулачком заклинание да я хочу дать остеону преимущество при проверках мудрости что позволит ему а нет но тогда я лишусь бафа на скрытность а преимущество при проверках скрытности а от в личной дни не двуличность благословение текстера это то нет стоп окейте тоже было еще бесследный шаг вот это тоже концентрация плюс 10 скрытности или преимущество или обнаружение этих самых усилениях актеористики нет наверное все таки я на него на вершу обычный просто буду спаление текстера так теперь я выращу тебя в газовое облачко газовая облачко благословленная текстером отлично поздравляю замана и теперь а ты теперь умеешь летать не умеешь стрелять из арбалета умеешь летать то теперь когда ты умеешь летать и одновременно стелсить чувак чувак да ты же у нас теперь просто ниндзя минутку не понял а почему ты вскрытность не переходишь чему ты вскрытность не переходишь а это мне уже не нравится главное что ты можешь летать ну я надеюсь на него здесь вот не нападут эти собаки интересно вдруг там есть проход нет здесь просто сундук давайте не будем выяснять каким образом газообратная облачко способна выкопать сундук так а вот сейчас дождемся благоприятного момента может даже не дождемся и включим пошаговый юзюм а нет не успеет он добраться ладно туда не попасть чё серьезно ладно тогда пошаговый режим потому что здесь все надо делать очень быстро и аккуратно значит я телепатической командой отменяю газообразный облик или ими 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 так отменить газообразный облик так хорошо и теперь попытаться взломать двери стопа я могу туманным а могу я могу туманным шагом сюда перейти испрятаться потушить свечи и спрятаться вот вот теперь вот теперь все отлично можно переходить так выйти из походового режима ух ты так существо призванное владельцем обладает устойчивостью к любому психическому к любому урону кроме психического в начале хода но призванное существо может обезуметь но поскольку у нас призывателей не так много так ладно здесь чернильница латунный медальон так во имя добавление самое новое просто медальон призванное существо может обезуметь так уютное зеленое это костюмчик типа гейлов ского о и приличные костюм и здесь у вас есть тапочки брать не будут мне они без надобности когда-то о болезнях это я знаю а какой статус этого предмета очень редкий ну что дает устойчивость к любому урону так а это что плюшевый медведь портрет улыбающейся девушки я вот только так и не понял они не обращали внимание на лобочка или они просто так тихо тихо свечку потуши книжные пункты осмотреть ведро тарелка записки прорицателя так диалог состоявшийся та-та-та описывается уникальный случай каждый я глава это случай из практики известной прорицательницы 23 глава куча страниц загнута так 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 он обращался за мной за наставлением так создание задал мне вопрос странно описание этого товарища по нот как у разложившегося трупа кожу украшали узоры подобные а может и нет злота кожей так вы могли бы в полной мере так 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 поведай мне что это за мир очнулся его уже нет интересно интересно это надо забрать записки прорицателя до золото двадцать две монеты рюкзак рюкзак ну не знаю стоило ли конечно перчатки это крутые но у нас не так много призывателей группе у нас кто призыватель shadow hard технический призыватель за зомби и я могу еще призывать фамильяров так что ну они стоят 500 монет так что да это того стоило мне кажется другой вопрос как отсюда теперь выбираться путеводитель по побережью ничью внешний город да да красть так а насколько реально просочиться к следующий твери ярых насколько реально просочиться к следующий твери я думаю довольно таки реально другое дело что у меня больше нет газообразной формы и наложить ее я не могу но у меня есть что у меня есть благословение это икстра еще работает до работает но у меня есть нет это не поможет свитки да ничего из свитков мне не поможет зелья ускорение и наверное у меня есть одно зиму невидимости в тело и можно попробовать просочиться в благоприятный момент перейти в пошаговый режим но сперва надо тогда передать ему зелье невидимости так зелья зелья невидимости астриону эликсир какой-нибудь никакой эликсир который я знаю ему здесь не поможет так так вот врубаем пошаговый режим заперто удивительно правда кнопка так взломать это действие наверное будет даже 55 16 надо же удача но у меня куча воровских инструментов так что так и у меня осталось еще только бонусное действие я потратил на это дело действие да так что я отхожу и и заканчиваю ход ход окружения ход игрового окружения надо ждать по полгода хорошо так теперь ну в принципе я тут просочиться смогу мне кажется если я еще бахну зелья ускорения так вот так после чего нет использую рывок действием и крадусь аж досюда или лучше даже аж вот досюда во и молюсь чтобы проверки скрытности не было хотя нет у меня же есть два действия одно я потратил на рывок а вторым я могу теперь вскрыть вторую дверь надеюсь ловушек нет и мне не хватает перемещения чуть-чуть совсем не хватает не хватает чуть-чуть а рывка у меня больше нет ладно конец хода конец хода ну что ж буду надеяться что меня здесь не запалят а а нора вот внимание провал да причем два провала что-то мне кажется что эти сундуки как это сказать заряжены сейчас будем объюзить волшебные карманы так вес отдать к рвах отдать к рвах отдать к рвах хорошая штука волшебные карманы к рвах а нет она у нее перегруз тогда shadow hard хорошо а тут нет никаких потайных еще штук нет так выйти из по моему режима 6 секунд нора куда ведет это нора если бы я был что значит вышел из строя а это фух напугал это отделе ускорения да так ну и теперь осталось пройти вот здесь мимо собаки так вот подходящий момент открыть дверь и свободное действие закрыть дверь и тоже бонусным действием рывок нет стоп нет рыбок основным действием бонусным действием надо зелье выпить а нет не успеваю уже зелье выпить ладно так 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 и можно снова использовать рывок бонусным действием ладно и попробуем прокраситься сюда вот подъемник пол шага не хватает чтобы меня не было видно ладно ну теперь надо завершить ход и молиться чтобы все сработало есть конечно преимущество на скрытность но кто его знает так все конец хода то есть это он получается так быстро по 6 секунд шух в тенях проскользнул отлично так бог да беги мне до жаровни чтобы ее потушить вот и теперь можно выйти из пошагового режима лебедка подъемником что значит заперто и скрыть сложность 10 бонус 11 но кто его знает отлично ну что попробуем катсцена это никогда не было хорошим знаком спокойно остается он спокойно ты здесь а это типа наш первый визит в подземье точнее один из вариантов нашего визита в подземье ну вот и отлично так можно скрытность снять теперь идем куда к ближайшему порталу давай на ванпост сивунитов у нас там можно сказать главная база ага да сусур продолжает работать так и остальная группа тоже идет на сивуницкий аванпост ну что ж спецоперация удалось и мы даже не потратили ячеек оклинаний так карлах давай посмотрим что мы там зовут али то ага так я и думал а второй сундук второй сундук у шедоха что значит недостаточно места ну да так я и думал нужны саперные наборы нужны саперные наборы у кого-нибудь они есть у шедоха нет у карлах откуда у карлах саперные наборы мало ли вдруг так ладно оставим тогда постой тут а я сейчас бегаю под кстати да еще одна вещь шматье мне наконец-то выпало нормальное приличное шматье вот удобный осенний наряд ну-ка посмотрим что это а то мне мое шматье не очень нравится так самое новое ну я бы не сказал что как бы так сказать могло быть и хуже было однозначно хуже а как она будет сидеть на женских персонажах ух ты прикольно вот это мне нравится ну хотя было конечно было конечно тоже весьма весьма не чё так так ладно а второй наряд у нас какой офигеть fashion souls так остается он нет а второй наряд насколько я понял выглядит как вариация костюма гейла откуда я знаю по потому что я начал прохождение за гейла еще не успел это прохождение закончить но как бы он на он отстает очень сильно так самое новое так так не интересно чем сюжетные персонажи а чё вот это ничего такое не интересно просто чем сюжетные персонажи чем они отличаются от несюжетных так хорошо значит достаем ты стой тут а мы сейчас быстренько сбегаем снова к тем же зентаим сам тебе туда нельзя ты там проворовался так где она тут убежище зентаим подземья 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 вот и купим саперные наборы чтобы вскрыть сундуки которые мы их украли надо будет прояснить вот эту тему с газообразным облаком газообразное облако не может уйти в скрытность но замечают ли его персонажи реагируют ли они на него как на враждебную цель вот этот вопрос надо будет прояснить сейчас конечно мне повезло но кто знает что у нас ждет в будущем нет в будущем нас ждет ничего хорошего мы это знаем давай торгуем когда у торговцев обновляется инвентарь обычно в играх вайонов обновляется инвентарь при повышении уровня так цель шатается два хода ну не так 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 титановая тетива оружие наносит дополнительный урон ладно равный модификатору силы что конечно замечательно но урон гораздо лучше попадания так плюс один к броскам атаки и урона без оружия как как ты можешь получать эти штуки не если ты и как это сказать то плюс один к броскам атаки и урона без оружия это только для монахов получается посох ну потому что если у тебя в руках посох то атаковать без оружия когда у тебя в руках посох ну такие пайколы умеют только монахи так масло поджога да у меня такое есть я вообще искал да вот саперные наборы 225 монет мужик ты чё ты чё давай это один 150 но это уже получше так что у меня тут в товарах бронзовый кубок серая дорожные пыли одежда тапочки меня много тапочков скопилось я тебе все продам стильные сапоги оставлю конечно да и вторые тоже оставлю так и монеты занятают так стеклянный кубок это все это все мелочи какие-то так книжки из тех которые дубликаты тяжелый арбалет без надобности он тяжелый водка его и жаза вот этот я таки не понял как он работает по идее он типа призывает фарм как я понял из описания он призывает фаербол прямо на тебя что ну как-то не очень весело что еще можно продать тебе бедная одежда слитки да у меня еще слитки были так слиток серебра выше контрабандисты вы найдете применение всему этому добру до гелиотроп малахит один до 156 монет отлично все спасибо всем спасибо все свободны теперь мы стоп шадуха оденься оденься мы не намерены смущать доверчивых поселян даже если у тебя это твоя дурацкая шапка шапка которая чё дает а до дополнительное исцеление когда ты исцеляешь так ключ роглзина это это мне надо это мне надо вот так да а мы переходим в то нет какой убежище синтон силу я вам так ну теперь мы все дружно отойдем ой забыл 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 снова в убежище синтон забыл ворону забрать забыл забрать ворону фамильяры сами не умеют телепортироваться так до сюда бегаем бегаем туда-сюда туда-сюда бегаем так сейчас мы все дружно отойдем вот сюда а ты остается он попробуешь эти замки по вскрывать чтобы как только тебе баф даст так 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 нет не этот баф вот это отойди остаем обезвредить неспроста же не эти ловушки за заблочили то тут молодец обезвредить я все саперные наборы просадил когда подземелье ведьма пытался ну вот о 18 стоп а почему он по-прежнему подсвечен как важно не важно хорошо скрыть 1125 хорошо и раз пошла такая пьянка то тут тоже можно обезвредить ну 15 это сундук который был на той стороне меня вот только смущает почему сундуки продолжают вот так вот нехорошо светится это графический клич или же мы не смогли обезвредить ловушки так тяжелый сундук скрыть со вскрытием проблем быть не должно но до мастер взломщик за работой так свитки ложной жизни разговор с мертвецом взговор с мертвецом на продажу ложная жизнь это 7 временных азэ но это считай как отхил от хилле это или не отхил короче там шедл хак пусть сама разбирается так в кант ящики номер два у нас воровские инструменты и слиток серебра ага а вот тут уже попадая значит квык варга эликсир кого адское железо адское железо до адское железо нужно для коровах и хотя у меня по моему один кусок адского железа уже есть так редкие предметы нет не редкие тогда легендарные нет очень редкие нет метательные нет слитки а свитки свитки не слитки так припасы тоже ничего нет обычные предметы о сколько всего тут у нас по моему меня все таки одна единица адского железа уже было хорошо что теперь зелье кровожадности сели чтения мыслей вот кстати зелье чтения мысли у меня заканчиваются надо будет перед отходом ко сну свои цели чтения мыслей что у нас еще осталось так скрыть завершенная значит найти рыбника оскар отправился во врата балдура это художник которого я бы как выкупил да я помню это пойми свой потенциал наши способности разросла та-та-та так другу роглзин он пытается вызвать его мазнами на это а это а это роглзин этот это не тот я почему-то подумал что это тот окаменевший дроу а это хоб гоблин из лагеря гоблинов так сердце исчадия ада так кузнец который чинит движок ушел вместе с остальными беженцами так отыскать вогова темных юстициаров спасти беднягу в западне вот так поеданное и сестры она должна быть в сарае неподалеку от трактира найти песню ночи в подземье след окончательно затерялся где же может быть песня ночи мы нашли жезл а маяина да 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 ведьма ее точно разведет освободить художника так возможно наши с ним пути пересекутся так орфей это некий некие гитянки который который был который что-то там политические разводы в общем блоки по моему захватила власть так что еще исследовать паразита вот ему понадобится тем маск язык безумия вот почему-то написано что у меня и то и другое есть но если я не привезем это все на ингредиенты возможно я это все на ингредиенты спустил потому что вот спорайте маска а спорайте маска у меня есть хорошо так эликсиры так то и весная кора разломник узорчатый моха кулит значит спорайте маска у меня есть как он назывался трюфель ухогиены тростник нет а вы нет как он назывался то так значит спорайте маска да и язык безумия язык безумия хорошо значит сходим тогда к башне магов вот разрушенная башня попасть туда можно через телепорт на берегу и еще до вот это вот место меня молит туда можно попасть скорее всего с помощью туманного шага подземье колониями к не дам хорошо разрастающийся тему маск споры безумия да и кстати я прервался то в прошлый раз на том что у меня я говорил с элитидом и у меня слетел слетела запись тихо назад так что сейчас я с этим элитидом поговорю снова так как ты выжил разве ты не питаешься мозгами этот вопрос для меня актуален ну а в начале я 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 требовал мозга, он требовал души. Сынбийная симбиозия. Но наши амбицины в конце концов сплитывались. Я хотела бы улучшить мир. И он предпочитал их рот. Так что я оставил его компанию. И поэтому я сейчас кладу от тех, кто действует против общества. Может, это и не самый плохой способ. Может, люди из-за сверху не будут виноваты, если они собирают цену, да? Так что у Элитидов, типа, Роевой Разум. Типа, они Единое Сознание. Я был виноват с пропенсацией для арканской магии. Мои люди обманывали. Это дало мне силу, чтобы защитить старого мозга. В каждой вечеринке я вернулся против своего злого. Моя визарка меня поддержала. В момент, когда его контроль уничтожила, я умерла. Прежде чем колония обнаружила, я умерла. Интересно. Интересно. Вы можете найти их в природе. Или в ближайшие клерики Тауэра. Будьте осторожны. Те, которые взяли рот, довольно опасны. Хорошо. Так, что я хотел сказать. Так, атака, меню игры. А, поторговать с ним нельзя. Ну, я ограбил, я ограбил торговцев с черного рынка. Вот и все мои открытия на сегодняшний день. Я хотел сказать, что у Элитиды пользуются псионикой. Она, типа, как магия. Все ее эффекты, они аналогичны обычной магии. Ну, почти все, кроме, там, некоторых ребятицких пайколов. И магию обычную они презирают. Типа, что это фу, фу, магия, ой. Бегаешь с палкой, когда мы ходим с автоматами. Уууу, гоните его, насмехаетесь над ним. А в итоге, вот, единственный адекватный Элитид оказался. Так, ну, давайте я сейчас погрущу над тем, что я не могу себе позволить. Вот, зелье газообразности. Ну, у меня-то есть заклинание, так что ничего страшного. А вот полиморф, да, хотелось бы, хотелось бы полиморф. Скорость перемещения владельца не снижается на сложной местности. Полезная штука. Пусть и довольно ситуативная. Так, пограничная философия, пятый том. Вот, очень жаль, очень-очень жаль, что вот книги, которые все, и, там, с первого тома по пятый и так далее, у них разные иконки. То есть, вот, где-нибудь здесь можно найти. У меня в сундуке там в одном есть. Так, ладно, я ничего с ним торговать не буду. Так вот, приведу пример. Я вот тут в сундучке, в рюкзачке собираю, значит, книги. Нет, это сундук с магическим шматьем, а это сундук с книгами. Ну, какой волшебник без сундука с книгами? Так, невероятное приключение. Вот, 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 вот. Азут и другие боги. Том 2, вот, сейги такой. Азут и другие боги. Том 7. Желтый. Вот, вот, ну, вот, ну, неудобно это просто-напросто. Вот, доступный восток, причем, вот, пиктограммки одинаковые. Я так их путать не буду. И то, кстати, не факт, потому что, наверное, какой-нибудь там доступный восток том 6 может оказаться другого цвета. Мелочь, конечно, но если я намерен собирать сейги книг, то это будет неудобно. Зачем я собираюсь ей книг? Ну, для роуплея. Какой же волшебник без кучи книг? Без мешка, набитого книгами. Так, ну и следующая наша стелс-миссия будет вот здесь вот где-то. Вот, вот подозрительное тут вот такое место. Вот, вот оно подозрительное место. Оно подозрительное очень, оно очень подозрительное. И в нем находится труп. И если это пледный, то, вероятно, это дроу. И если это дроу, то... Так, астарион, будь любезен. Как вкусно. Значит, вскрыть эту штуку нельзя или можно. Это не считается агрессивным действием. Невозможно вскрыть. Посмотреть. Так, ну оно, оно 12 хп у него. Врата стража. Каевой стул. Что-то мне кажется, что без ведьм здесь не обошлось. Ладно. Попробуем оискнуть. Попробуем оискнуть. Только я сперва... Да, я эликсир птительности бахнул, да. Ооо... Где оно? Я его не вижу. Так, убираем газообразность. И берем туманный шаг. Это второй круг. Недостаточно места. Цель вне зоны видимости. Недостаточно места. А? Вот-вот-вот. Ну что ж, надеюсь, это сработает. А? Куда ты пошел? Куда ты пошел, чувак? Восемьдесят опыта. На халяву. Так, а что здесь интересного? Юкзак. Цвиток слепоты. Учба тень. Мезбр-брзана. У меня всегда проблемы с выговаривать им этого слова. Я не требую внимания сейчас. Лежанка. Так. Мешок из ракуши. Кусок тухого сыра. Это я ради этого потратил сейчас ячейку заклинания. Ревая морковь. Ложная жизнь. Паралит гумановый. Да. Бальзам ноги оленя. Отлично. Берем. Так. Свиток слепоты. Красношляпник. Это ингредиент. Берем. Я алхимик. Мне можно. Так. Тень. Мезбр-брзана. Да. Посмотреть. Это. А. Это. Это костюмчик. Окутывающие тени. Невидимость заканчивается досрочно если. Ух ты. Ух ты. Астарион у меня для тебя презент. Так. А как. Как вообще. Что это вообще за место. Почему оно заперто. Что значит эти кристаллы. Как много вопросов. Как мало ответов. Так. Так. Самая новая. Тень. Мезбр-брзана. Астарион. Ты же у нас эльф. Да. Ну. Пусти частично. Нет. Стоп. Астарион просто эльф. Астарион чистый эльф. Я точно помню. Так. Тип. Сортировать. Броня. Снаряжение. Так. Где эта тень. Мезобр-брзана. Да. Вот. Окутывающие тени. Вот. Вы можете действием стать невидимым на два хода. Офигенно. Перезарядка на коротком привале. Вот. 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 Вот это. Это. Воровская. Воровская. Воровская масть просто. Ну. Чтоб. Попробуем допросить этого товарища. Детам у меня разговор с мертвыми. Надеюсь, он не будет сопротивляться. Давай. у тебя такая же униформа вероятно это третий парень а он тебя вспоминал он тебя вспоминал спектр не злым ты их им словом вспоминал так кто еще был с тобой ага каждый из нас что-то знал никто не делился общество темных эльфов во всей красе так что вам известно книга и sky замаскирована магия я узнал что хотел я узнал что хотел оскок у тебя всего книга замаскированная магии брачные игры фаумов это и есть эта книга а это на версии посоха третья деталь отлично так а можно дверь эту изнутри открыть я волшебники или где так цель вне зоны видимости вне зоны видимости вне зоны видимости вне зоны доступа вне зоны доступа так и как мне отсюда вылезти а вот так ну вот настоящий волшебник пришел взял что хотел и ушел и все это с помощью магии так ну значит книгу я прочитаю но мне надо чтобы меня бафами для этого обмазали сперва я хотел бы попытаться собрать этот посох так вот одна железка сортировать по типу так бесхозные предметы так вот вот ледяная рукоять и ледяной металл металл объединить о скорбный хлад 1 до 4 ледяное сердце владелец наносит дополнительный нанося урон холодом дополнительная одна единица холода когда ваше заклинание наносит урон холодом цель получает охлаждение то еще и ну ледяной луч это понятно ну ну это это неплохо это неплохо он плюс один до зачарованное оружие плюс один как и вот этот если вы нет никаких там прокле у круто 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 с барабаном я теперь просто настоящий волшебник отлично отлично волшебник гаи ну что ж я так думаю что на этом моменте можно закончить мы нехило так потратили ячеек часть ячеек часть ячеек мы еще потратим потом пойдем на короткий отдых может еще придумаем кого ограбить 2 до 8 холода они все правильно 2 до 8 холода и дополнительный урон холодом значит в следующий раз мы попробуем продолжим закрывать хвосты в частности попытаемся прочитать эту книжку в которой по идее информация нужная нам а принципе почему тянуть пока запись идет да можно лучше лучше закончить на этом хорошо так шедоу хард кинь ко мне пожалуйста мудрость совы потому что интеллекта у меня и так дофига вот так теперь книга книга самая новая так брачные игры фалмов расследование она добыла все-таки интеллект пустить но у меня с другой стороны расследование есть так а может на лисью хитрость накинуть но я тогда ячейку закал уши до харты ячейки есть но с другой стороны сложность опять всего так что пусть просто наставление кинет и все баф на мудрость таки не понадобился так гунта патата волшебник 100 вето то 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 же они шаиты шаиты построили великую кузню а вот это уже интересно может рядом с кузней как раз и собственно база шаидская есть призванный из магмы страж создание столь могучие что ему не страшны мечи и заклинания офигенно если это будет что-то вроде двемерского центуриона ну извините так материалы сырая мифрильная руда поместите руду и форму соответствующие камеры потяните рычаг опустите молот откройте клапан притока лавы и опустите молот обратно штамповка ясно ну что ж вот теперь можно закончить мы очень хорошо продвинулись и дальше мы потихоньку закроем остальные хвосты и отправимся таки наконец в эту кузню потому что надо уже идти мы что-то тут засиделись мне кажется уже вроде как все осмотрели а нет еще это не знали не нашли этого были на гнома надо найти да ну что ж карлах подтанцовывает благодарю за внимание и до следующего видео всем спасибо